Всем добрый день! Что там есть? Здравствуйте! Я сегодня в новом имидже без красной помады. На сегодня у них амикост. И для начала рекомендованная форма одежды. Это маска со щитком сразу не идет, чепчик. Халат. Сейчас встану. Который закрывает рукава. Можно еще длиннее. И штаны бахилы. Сразу которые защищают. То есть вы снимаете после обработки и выбрасываете все. Теперь непосредственно к проблеме. Кстати, вторую ножку. Это то, с чем к нам пришли. У нас сейчас курс медицинский аппаратный педикюр. это в чистом виде у них амикоз. Вот то, что мы сделали. То, что уже готовая работа. То есть, в принципе, ноготь подготовлен к протезированию. Здесь у нас еще никакая работа не выполнена. Нанесен миколин размягчающее средство. И сейчас мы приступим к обработке. У нас это называется дистально-латеральное проникновение у них амикоза. Микоза стопы. Микоза стопы пока еще нет. Стопа чистая, не микотическая. А вот ногти у нас в очень запущенном состоянии и очень давно. Но после обработки и после снятия мы видим, что ростковая зона еще не поражена грибком. То есть, в принципе, все возможно. Возможно вытянуть, возможно вылечить. Нужно только обоюдное лечение трехстороннее, скажем так, со стороны клиента в первую очередь желание и возможность со стороны доктора-дерматолога и со стороны подолога. Итак, снимать мы будем, устанавливая ножку четко на стопу. Вторую убираем. Снимать основную поверхность ногтя я буду вот этим вот твердосплавным этим цилиндром наиболее эффективен, но небезопасен, скажем так. Нужно аккуратно им работать, потому что грани очень острые. Сейчас, минутку. Я не отвечаю на вопрос, сами понимаете, что я ничего не вижу, не читаю, мне помогают. Аппарат у нас 45-тысячный на 20-тысячах он установлен с педальным приводом. Начинаем работать, то есть смело, не боясь, снимаем. Если что-то интересное, читай. Сначала к врачу. Врач прописывает пероральные препараты необходимые, а подолог уже со своей стороны оказывает лечение непосредственно в салоне. Ну и рекомендации в домашний уход соответственно тоже должны быть. В данном случае можно порекомендовать противогрибковый карандаш. В тепловусе есть шикарное средство, которое выращивает ногти, то есть завод при регулярном использовании, при соблюдении всех рекомендаций можно вырастить ноготь. Здесь и иммунная система, ну естественно лучше с пылесосом, все согласны, мне тоже не спорят. Я снимаю по центру большую часть, потому что уже из опыта предыдущего ногтя у нас он просто сошел где-то вот на чуть выше, чем одна треть, чтобы не пилить всю длину. Вырисовывается вот эта часть там, где произойдет сейчас скол. реверсивная. Дорабатываем, поменяли, сейчас я покажу вам на какую фрезу, это твердосплавная. Протезирование можно сделать акрилом, протезирование можно сделать специальным гелем, клеем, который идет противогрибковым, с антисептическими свойствами, с наличием фунгицидных активных компонентов. Техника нанесения? Да. Да, прямо на ногтевую пластину, прямо на вычищенной вычищенной ногтевой ложе. Клиент берется на учет и посещает вас в назначенное время. Практически сейчас начали две-три точно есть, которые это делают. Дочищаем не больно вам? Нет. Гипертрофированное ногтевое ложе, но видно, что мягкая живая ткань, розовое тело еще можно дать ему шанс на выздоровление. Да нет, не обязательно. Можно и до конца жизни доходить с таким состоянием ногтей. Теперь можно взять еще более узкую фрезу и доработать латеральные и синусы. Как просто обрабатывать инструменты и щеточку? Та щеточка, которой я работаю, можно выбросить, а можно и замочить в холодной стерилизации, потому что если щеточка стоит у вас 7 гривен или там 10, то в принципе ее не жалко. Зато у вас есть гарантия. я взяла зауженный конус с закругленным краем с желтой насечкой с очень мягкой для того, чтобы не поранить латеральные пазухи. Сейчас я тампонодержателем выведу, просмотрю, что тут у нас еще осталось. Если не поддается обработке, можно нанести еще раз мягчающее средство, миколин, например, и вот этот участок не аппаратом уже мучить, а просто накожницами отрезать. Потому что здесь боковых как таковых уже нет. просто роговевшие участки кожи. С этой стороны в принципе то же самое. Постоянно на контроле с клиентом работаете, спрашиваете больно, не больно по ощущениям, чтобы вы могли уверенно выполнять работу не бояться, что где-то что-то больно. Спрашивайте, не стесняйтесь, все время спрашивайте ощущения клиента. И клиент будет чувствовать, что вы о нем переживаете и заботитесь. Они с фанатизмом ушли за сверливание маниакально. я хочу еще дошлифовать этот участок с гематомой, мне он не нравится. Если клиент позволяет, если нет ощущений дискомфортных, снимаем все. в данном случае мы протезировать сегодня ничем не будем. У нас сегодня немножко другая тема. Но мы пригласим модель на протезирование. Пока что я оставлю в таком состоянии, нанесу необходимое средство, обязательно рекомендация домашний уход. Ну и к доктору. К доктору, к доктору в первую очередь. Конечно, учитывая то, что сейчас лето, нежелательно оставлять открытым этот участок. Но у нас не больно? Нет. Если мы открытый участок оставляем, то обязательно очень сильные препараты должны быть, которыми мы избавляем клиента от того, чтобы патологическая флора развивалась. Противогрибковый карандаш. Потому что масло чайного дерева здесь, скажем так, до одного места. Это уже не профилактика, здесь уже должно быть лечение, а масло просто сильный антисептик, который здесь кислота, здесь должно быть уже воздействие кислотными препаратами на основе сильной кислоты концентрированной. Стеклавусы, противогрибковый карандаш, шикарный. Сейчас я поменяла на кризу с алмазным напылением. Это кулька, которая работает в синусах. не ей удобно. Самые глубокие участки дойти и убрать. Стеклаву сделать. обработку остальных пальцев показывать не буду, она у нас аналогичная, самую грязную работу показали. Это действительно делается таким образом. снимается полностью вся ногтевая пластина, открывается более-менее здоровый участок ногтя и выполняется либо лечение последующее, либо протезирование тоже с последующим лечением. Если протезирование сделали, выполнили, смоделировали ноготь, это не значит, что его нужно оставить в таком состоянии, он будет расти абсолютно здоровым. Нет, под ногтевое пространство, пустоту, которая будет под искусственным материалом тоже нужно оказывать профилактическое действие, чтобы не развивалась патогенная среда. Ну что, такой сегодня у нас был необычный мастер-класс. А мы продолжаем работать. Всем пока-пока.